дорогие друзья добрый день не устану поздравлять всех с рождеством христовым которые уже несколько дней назад мы отпраздновали на сейчас идут святки и наверное сейчас очень важно поговорить о некоторых главных вещах я не знаю сколько минут на 15 или 20 потребуется но мне бы хотелось раскрыть сам праздник христово так извините я выключу звук сам праздник рождества христово мне хотелось бы раскрыть вот в такой беседе с чего начнем мы все празднуем и радуемся и говорим друг другу с рождеством но вот чтобы раскрыть сам смысл праздника рождества нужно заглянуть в глубину этого события для чего потребовалось в мир приходите господу почему бог должен был стать человеком почему в конце концов он умер отстраниться и отстранившись посмотреть со стороны то мы веруем в нем так недостаточно странную до религию где бог был унижен где бог был оплеван распят где бог пришел в мир который он сам создал как мы в одной из в одном из песнопений во время службы пели творение встречает творца творец идет в свой мир тут получается что богу нашлось место в своем собственном мире он даже пришел и родился ну извините в пещере и мы нашлось даже место не нашлось для того чтобы родиться нормально по-человечески и вот открыть так сказать весь смысл этого события можно только если мы посмотрим с точки зрения библии изначально человек был создан по образу и подобию бога но речь идет не о том что у бога две руки и две ноги нет речь идет о том что бог творил человека как очень похожее на себя самого существо человек был наделен такими же качествами которыми сам бог обладает ну какие это качества во первых человек был бессмертным то есть бог творил человека для вечной жизни это первый очень важный момент второй момент бог наделила человека свободой выбора бессмертной душой в том числе бог человека наделил способностью любить мыслить да ну и так далее мы созданы по образу и по подобию мы являемся очень такими похожими по замыслу своего небесного отца своего творца но человек как мы это хорошо помним из библии в какой-то момент отклонился уклонился от бога и согрешил мы помним что грех адама и евы заключается в первую очередь том что они перестали доверять богу и и вкусили от древа запретного плода и в тот день когда был газ господь же им предсказал что в тот день когда вкусите вы умрете смерть вошла в природу человека то есть вот что важно сейчас вот нам отметить что впервые в истории происходит отпадение человека от своего бога от своего порца и как только адам и ева согрешили отпали от бога смерть вошла в природу человека знаете есть такие генетические болезни которые в днк на генном уровне то есть там ну там гемофилии например да белокровие не вылечишь и мазью не то есть это на уровне генетики есть болезни генетические генные болезни и и вот скажем так на уровне на уровне природы на уровне генов смерть вошла в собственно говоря адам и ева стали смертными и грешными и бог делает работу над ошибкой адам а бог берет на себя человеческую плоть и рождается как к один из нас становится одним из нас как апостол павел пишет в послании не помню к тимофею по моему или но есть такое место можно с легкостью это проверить великое благочестие тайна бог явился во плоти вот происходит поистине эпохальное просто невероятное событие бог делает работу над ошибкой адама он берет на себя смертное человеческое тело такой же как у нас прожив 30 чем-то лет в этом теле он умирает причем умирает на кресте умирая за грехи во искуплении наших грехов и он что кто догадался он воскресает в этом теле мы почему потом следующий самый великий праздник какой христос воскрес христос воскрес смерть отступила создан прецедент когда человеческая плоть воскресла в жизнь вечную вот в этом и есть главный смысл в этом и есть главная идея прихода господа иисуса христа на землю бог становится одним из нас для того чтобы мы как один святой писал григорий богослов бог стал человеком чтобы человек обожился бог становится одним из нас чтобы взяв на себя смертное человеческое тело сделать работу над ошибкой адама и вернуть состояние человеческого тела в состояние бессмертия ведь когда иисус воскрес ученики об этом как пишут например лука пишет апостол евангелист что воскресший христос прошел сквозь двери и потом ученики его вот от гвоздя то есть это тот же христос его узнают он ужинает обедает с другой стороны он проходит сквозь дверь и он может стать невидимым и вот апостолы сообщают что воскресшая плоть христа она стала другой она приобрела новые качества пройти сквозь дверь и стать невидимым и так далее и уже потом после апостол павел апостол павел напишет что над воскресшим христом уже ничто не обладает ни смерть ни старость ни болезнь то есть его тело лишено его тело оно не подвластно теперь ни смерти ни страданию ничему воскресшая плоть иисуса она вечно живущая она никогда не умрет и вот если хотите если спросить ну подойдет человек на улице скажет христианин скажи а вот для чего родился иисус христос что принес иисус то можно смело сказать так христос в первую очередь принес нам даже не учение в первую очередь христос принес нам самого себя сейчас я поясню что я имею ввиду только если бы христос принес только бы учение но он да тогда бы хотя бы одну книгу написал а мы знаем что ни одно ни одного евангелия господь не написал писали уже у его ученики ученики начали записывать евангелия свои когда прошло уже несколько лет и они начали понимать что нужно распространять вот эти ценнейшие знания о том как на землю приходил господь как апостол лука пишет что я начал составлять о совершенно известных между нами событиях чтобы передать это и другим так вот христос нам принес в первую очередь в первую очередь в первую очередь что еще я имею под этим ввиду ну все мы я думаю кто сейчас смотрит мы все смертны мы все дети адама в нас живет болезнь старость грех и в конечном счете к сожалению смерть и вот апостол павел пишет так как водами мы все умираем так через христа мы все оживем нам дано причастие мы на каждой литургии принимаем причастие и говорим тело и кровь христова вот вопрос главный вопрос зачем почему да потому что через причастие мы принимаем свое тело воскресшего христа в самом слове причастие что значит причаститься стать частью соединиться то есть я в свое болеющее там стареющее тело принимаю кровь и плоть господа воскресшего чтобы для чего чтобы мое тело воскресло чтобы я сам воскрес как воскрес христос поэтому кстати сам господь иисус христос говорит что тот кто не будет есть хлеб сходящий с небес не имеет жизни вечной в себе хлеб же сходящий с небес есть плоть моя когда христос это сказал многие люди начали от него отходить они не понимали вообще что он какие вообще слова можно сказать о чем он говорит тогда христос обращается к апостолу петру и говорит может быть и вы хотите уйти а петр говорит господи а к кому нам идти у тебя же только глаголы жизни вечной рассказывается в евангелии от иоанна интересное место сказал сам иисус христос говорит что кто не будет есть хлеб сходящий с небес тот не имеет жизни вечной в себе хлеб же сходящий с небес это плоть которую я отдам за грехи мира это сложная тема не случайно в библии в евангелии говорится что некоторые люди начали отходить просто не смогли вместить этих слов они смогли переварить это но это суть вот почему я в начале видео так и сказал надо разобраться в главном что принесло рождество иисуса христа на землю мораль учения ну отчасти конечно да но в первую очередь бог стал человеком чтобы взяв на себя смертное грешное человеческое вот состояние смертную плоть исцелить и в самом себе вернуть эту плоть в состоянии бессмертия и вечной жизни поэтому апостол павел пишет так как водами все умирают так через христа все живут вот это библия в одной строчке вот хотите вот если спросить можешь в одной строчке рассказать суть библии запомните как водами мы все умираем так через христа мы все живем поэтому все зрители кто будут будут смотреть в данный момент мне хочется порадоваться и поздравить всех кто верует в иисуса христа что мы празднуем не просто событие вот такое драматическое такое трогательное иисус родился стояли ослик стоял там смотрел понятное дело что все это мы обыграли через колядки через песнопение через замечательные какие-то сюжеты спектакли но нужно всегда улавливать главную суть что человек потерял вечную жизнь человек стал смертным и грешным существом замысел бога это люди адам и ева были по образу и по подобию в какой-то момент этот замысел был нарушен и вот бог его исправляет таким образом он сам становится одним из нас чтобы нас вернуть в состояние вечной жизни а вернуть можно только через причастие иисуса христа только если ты знаете вот есть такое человек принимает например ну делают прививку вакцину собирается лететь куда-нибудь там в южную Африку а там страшная муха цц ну или еще что-то там и вот человеку делают прививку чтобы в его организме был иммунитет антитела чтобы когда ты прилетишь не дай бог тебя укусит а в твоем организме есть вот эта иммунная система она тебя спасет так и мы мы все знаем что рано или поздно нам придется отправиться ну не в Африку конечно нам нужно нам нужно будет всем в какой-то момент попрощаться с этой земной жизнью и отправиться в жизнь вечную и вот Христос нам приносит лекарства жизни вечной он приносит себя как как лекарство которое исцелит и вернет нам жизнь вечную как в Адаме мы умираем так во Христе мы все живем поэтому на вопрос когда люди говорят что зачем ходить причащаться зачем ходить исповедоваться можно вот так ответить а как без причастия воскрешему Христу ты воскреснешь а как простятся твои грехи твои долги о которых ты читаешь отче наш оставь наши долги наши если Сын Божий умирал за твои долги на кресте а ты в этих долгах не пришел ни разу не поисповедовался не покаялся как а к небесу простить твои грехи если умирал за них его Сын на кресте а тебе на это нет никакого дела и ты не каешься в этих грехах и не приходишь исповедоваться и не приходишь причащаться вот друзья поэтому пусть Рождество Иисуса Христа принесет изменения в нашу жизнь зададимся вопросом сегодня а как рождение Иисуса Христа изменило мою жизнь в чем и если не в чем то получается мы не такие уж и христиане пусть в каждом в жизни каждого из нас этот праздник действительно принесет перемену родился тот кто умер за мои грехи кого я ношу на груди вот здесь на кресте тот кому я приношу покаяние тот перед кем я раскаиваюсь я говорю господи я каюсь я буду изменяться я буду исправлять свою жизнь я буду лучше чище я буду стараться и в конце концов тот кто на причастие отдает нам свою воскресшую плоть чтобы принимая ее мы тоже воскресли и наследовали жизнь вечную и смерть тогда отступила бы и мы бы вернулись в то состояние в котором нас изначально и замысливал Господь вот что такое Рождество Христово поздравляю причащайтесь исповедуйтесь и тогда это событие для нас станет самым главным в нашей духовной жизни с праздником очень много это все и так и так и так и так и так это все